Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули вновь на мой канал. Сегодня у нас с вами вкуснейшая душе пиара. Рецепты я оставлю в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите, а мы с вами приступаем. Я очень люблю это блюдо. Специально взяла маленькую ложечку, чтобы было удобнее. Я бульона наливаю совсем чуток. То есть я не люблю, когда прям душе пиара плавает в этом бульоне. Лучше, когда их много. Вот так вот. Вообще, знаете, говорят, что хорошая душе пиара, это когда на ложке помещается 8 или 9 штук. Но это совсем, знаете, мелкая. Очень долго ее готовить. То есть это что-то наподобие пельменей, но они прям вот так вот подаются с водой. Вот здесь сметаночка. Сочетание бомба. Как ваши тела, мои хорошие, рассказывайте. Я сегодня проснулась. Вышла на балкон и была шокирована тем, что я вот дышу и пар. Значит, действительно, на улице настолько холодно. Я отвыкла от холода. Категорически просто. Даже сейчас, если мне предложили бы переехать куда-то, я бы обязательно выбрала бы какую-то страну, где очень хороший климат. То есть лето. Жаркая там, не знаю. Чтобы весной и осенью можно было спокойно гонять в какой-то такой кофточке. Постоянно этот холод, постоянно эта зима. У детства, когда мы приезжали в Баку из Саратова, я шла долгое время в Саратове, кто не знает. У меня было такое ощущение, что из зимы я сразу резко переместилась в лето. Сегодня я буду стараться отвечать на максимальное количество вопросов, которые вы мне задали в моем инстаграме. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в следующем видео, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет внизу. Обязательно переходите. Расскажи про первое свое собеседование, как оно проходило и на какие вопросы ты отвечала. Что касается моего первого собеседования, я не очень хорошо помню на самом деле, но оно прошло максимально быстро и интересно. Вы знаете, я допускала массу ошибок. Во-первых, я пришла, в чем попала. Я всегда думала, что какая разница, в чем я приду, мне удобно в джинсах, в кроссовках. Я надела и пошла. Оказывается, вас встречают как раз таки по одежке. Если у вас какая-то офисная работа, обязательно наденьте костюмчик или что-то такое строгое. Я устраивалась тогда. Как сейчас помню, это была госструктура. Что-то вроде паспорт стола. Но меня взяли. Я как раз таки училась на четвертом курсе. И работала там. Всего три часа в день. Потом у меня началась практика. И оттуда ушла. Потому что я обязательно должна была посещать практику. И практика у нас проходила в очень интересном месте. Это тоже государственная структура. Торговая палата. Там мы проводили аудит. Магазинов мебели. В общем и целом, я, если честно, очень довольна своим универом. Потому что он мне дал знания не только теории, но и практики. То есть мы ходили там, проводили аудит. Хотя у меня специализация совсем не та. Но все же было очень интересно. Появилось желание работать. Потом у нас была в универе ярмарка работы. То есть получается в разных комнатах. Были разные компании. Ты заходил в эти комнаты. Рассказывал про свои способности. Они просто оценивали тебя. Возможно бы взяли на работу. Меня взяли в Никойл Банк. Хотя я, кстати, еще проходила собеседование, как сейчас помню. По-моему, это было в Аксель. В Аксель это как МТС у вас. То есть это оператор сотовой связи. Я не прошла первый тур. Нам дали задание. Дали задание. И как бы мы должны были рассуждать, как можно решить этот вопрос. Сначала на азербайджанском, потом на русском, потом на английском. Ты должна не просто выразить свою мысль, сказать это быстро, потому что коллектив. Это просто надо было супер знать третьих языка. Вот как раз таки, когда речь пошла о английском, были там девчонки, которые знали его намного лучше, чем я. Так же были тесты. У нас, конечно, как всегда везде бывает, проводили и сказали, что мы вам обязательно позвоним. Я ждала. Но так и никто мне не позвонил. Хотя там зарплата была предложена очень хорошая. Там была что-то ставка 45 тысяч. Для меня 45 тысяч в то время это были огромные просто деньги. Я думала, что это просто нечто. Я просто сразу устроюсь на работу. Сразу возьму кредит, возьму машину. Я буду гонять и думать, вау, жизнь удалась. Настолько я была рада. Если бы меня взяли, но меня не взяли. Но все, что не делается, все к лучшему. Зато я устроилась на работу по специальности. Помощником директора. Там все было просто. Меня позвали на собеседование. Не помню, как я туда отправила себе. Наверное, отправила. Или написала. Просто пришла в магазин. В общем, не помню. Мне позвонили. Я сказала, что в данный момент я уезжаю в Россию. Действительно. Мне нужно было поехать в Дагестан. На свадьбу. Я говорю, я могу прийти на ваше собеседование только через 10 дней. Они сказали, окей, но не позже 10 дней. Я пришла. Провели мне собеседование. Взяли меня на работу. Причем сразу, в тот же день, мне сказали, что завтра собирайте документы, послезавтра вы уже выходите на работу. В чем суть там заключалась? Я, получается, пришла. Мне дали тест. В тесте было 19 вопросов. По математике. Это было чисто математика. Никаких синусов, косинусов не было. Там логарифмы, просто на логику какие-то задания. Поставили перед фактом. Вот если ты напишешь из 19 и 17, то мы тебя берем на работу. Нет? До свидули. Но так как математика у меня всегда была на высшем уровне, я написала. Они попросили меня подождать. Подождала минут 15, потом вышли и сказали, что все, вы написали, вы проходите. Завтра идете, собираете все документы, а потом уже приступаете к работе непосредственно. Честно, мне так не нравится, когда собеседование состоит из нескольких этапов. Каждый этап, например, длится неделю. Там неделю ты ждешь результатов от этого этапа, потом от еще другого. Не знаю, мне просто, наверное, не хватило бы терпения, я бы пошла бы работать в другое место. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне безумно приятно. Будет еще приятнее, если вы поставите лайк и подпишитесь. Всех люблю, целую. С вами Плэка Емили. Пока!